Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня новое видео с названием «Одуванчик. Лечебные свойства и полезные салаты из одуванчиков для здоровья и молодости. Заготовка». Буквально вчера от момента записи данного видео мне написал один мой зритель, что одуванчики у нас в России хотят законодательно запретить выращивать на приусадебных участках, то есть хотят заставить их уничтожать. Потому я и решил сделать это видео. Недавно у меня уже вышло видео про пользу чеснока, о котором мало кто знал, а сейчас я решил продолжить тему о лекарственных пищевых растениях и сделать видео по сезону, о лечебных свойствах одуванчика, о всех его частях и о использовании листьев одуванчика для салатов свежих и отварных, как их правильно сушить, заготавливать впрок и как потом потреблять. И сейчас вы узнаете, от каких болезней помогает одуванчик, как стоит делать салаты, как правильно собирать сырье, где и когда и как хранить, чтобы потерь полезных свойств было как можно меньше. А также узнаете о том, как делать безвредный аналог вредного варенья из одуванчиков и еще без сахара, да и не вареный. Возможно ли такое? Итак, принадлежит одуванчик роду астровых. Густой млечный сок содержит все части растения. Корень уходит в землю до 6 метров, потому одуванчик и достает из глубин земли очень многие ценные минералы, которые недоступны для культурных огородных растений. А для других соседних, в том числе огородных растений, тоже польза от одуванчика, так как он даже в самую страшную жару поднимает из глубин воду, и соседним растениям она тоже перепадает. В Японии он считается огородным растением, а у нас в наши дни сорняком. Ели его на Руси всегда, как я и говорил в своем видео о дикоросах. Вот в этом видео. Помните народную песню про лебеду? В том видео я об этом напоминал. Одуванчики очень любят шиншиллы и другие грызуны, которые тогда, если их кормить одуванчиками, проживут гораздо дольше. Одуванчик это действительно эликсир жизни. Помогает он от бессонницы и при артериальной гипертензии снижает давление, у кого оно повышено. Это и хорошее мочегонное средство. В нем есть и витамин К1, очень важный для сосудов, чтобы не было кровотечения с десен, из носа и так далее. Витамин А, С, его там очень много. В нем очень много микро и макроэлементов, железа и так далее. Есть ретинол, витамин Е, многие из группы витаминов В. Аминокислоты в одуванчике есть практически все. Само собой у него низкая калорийность. Есть в нем вещество апигенин, это мощное противораковое цитостатическое действие. При онкологии действует как химиотерапия. В общем, в одуванчиках есть сапонины против рака. Таким образом, одуванчик обладает противоопухолевыми свойствами. Хорошен при малокровии и при болезнях сердечно-сосудистой системы. Полезен для кожи, он нормализует тонус кожи. Применяется при подагре и ревматизме. Очень важен для почек и очень полезен для печени. При фиброзах печени, холецистите и других заболеваниях. А также является прекрасным желчегонным средством. Почти таким же, как и чеснок. При сахарном диабете вещества одуванчика восстанавливают бета-клетки поджелудочной железы. Его зоны применения огромные. Это и гастриты, и другие болезни ЖКТ, и болезни суставов. Используется одуванчик и в гинекологии как останавливающая кровь средство. А также лекарства для мычевого пузыря. Да, очень рекомендую. Посмотрите вот это мое видео со второго моего канала «Жизнь на земле» о высадке тысяч различных растений в моем хозяйстве. Видео на этом канале немного. Но все последние видео очень интересны и поучительны. И про строительство, и про аквапонику, и про теплицы, и зимние сады. Кстати, мы открыли новое производство уникальных светодиодных фитоламп, полного солнечного спектра, не имеющих аналога в мире. Да, и еще с реальным сроком службы от 15-20 лет. Мы начинаем их продажу. Ссылка будет в описании под этим видео. Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в мое хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. Посмотрите 4 коротеньких видео о новых уникальных приборах для защиты своего здоровья. Сбор листьев и цветков одуванчиков должен происходить в сухую солнечную погоду. Молодые свежие листья идут на салаты и в травяные сборы, но тогда их надо высушивать. Салат из одуванчиков делается просто и рецептов много. Совместим он с любыми овощами и другой зеленью. Собирать листья нужно в экологически безопасных местах, за городом, в крайнем случае в чистых парках. Но чтобы там не было выгула животных, брать нужно только свежие верхние листья из розеток. Можно и все розетки, но только тогда, когда они молодые, чтобы не горчили, до появления соцветий. Тогда и горечи меньше. Для сыроедов или тех, кто желает большей пользы, не надо варить листья, как некоторые советуют, а стоит их замочить в соленой теплой воде часа на 3-4. Так горечь тоже быстро выходит из листьев. А для лекарственного использования листья нужно резать маленькими кусочками по 1-2 сантиметра и сушить в тени или на печи или в дегидраторах при температуре не более 50 градусов, разложив тонким слоем для хорошей просушки. А для напара, то есть настаивания в теплой воде, но не в кипятке, если они сырые, то брать 2 столовые ложки мелко нарезанных листьев на стакан воды и запаривать в термосе при температуре 70-80 градусов 20-30 минут. Потом процедить и пить в теплом виде по 1 треть стакана 3-4 раза в день, но обязательно в теплом виде. Пить до еды при различных болезнях почек и печени. Курс 1-3 месяца. Есть рецепт салатов с ошпариванием в горячей воде. При 3-4-кратной промывке листья помещаются в кастрюлю с кипятком. Затем промываются еще один раз, ставятся на замачивание в той же кастрюле с холодной свежей водой на ночь. Горечь само собой уходит, потом листья отжимаются и дальше листья используют как гарнир или салаты. Например, режется репчатый лук, обжаривается в сковороде на масле, либо добавляется сырым. Все это перемешивается, добавляется соль, специи, чеснок, соевый соус, ну тогда био обязательно, чтобы соя была не генномодифицированная. Льняное масло, либо аргановое, либо иное другое, можно горчичное. Но этот рецепт для любителей таких особых вкусов. Лучше же всего резать листья молодые просто в салат, с другой зеленью и овощами, с маслом, или без, с чесноком, со специями, но тогда салат будет сырой, живой, и все ингредиенты оставят свои лечебные свойства. А в вареном остаются только вкусы. Варенье из-за дуванчика делать не стоит, при термообработке более 90 градусов все полезные свойства уходят, остается только вкус. К тому же сахар, с которым делается варенье, безумно вреден. Посмотрите непременно вот это мое видео про инсулинорезистентность и еще одно сахар и рак. Подумайте над этим. А вот вместо варенья можно сделать таким образом, при котором и вкус будет еще интереснее, вреда не будет и польза останется. Желтые цветки первого-второго дня плотно трамбуются в стеклянную банку, кулаком или деревянным пестиком, неважно. И в эту банку заливается доверху сироп топинамбура. Таким образом нужно настоять, только не на свету, три дня в тепле при комнатной температуре, а потом убрать в холодильник и уже там хранить. И вот готовое лекарство. Через две недели можно пользоваться. По одной чайной ложке два раза в день до еды принимать утром и днем. Но тогда в эти дни, мой совет, ничего сладкого на вкус больше не есть. Важный акцент. Цветки нужно брать первого-второго дня от их раскрывания. Самые свежие, сочные и обязательно без цветоножки. Если цветки сушить, а это надо делать только в солнечную сухую погоду, собирая утром, но когда они уже полностью раскрыты. Цветки помещаются в лоток или на бумагу в один слой и сушатся на печи либо в инфракрасной сушке при температуре не выше 50 градусов. После такой правильной сушки они не должны превращаться в пух, а должны сохранять свой ярко-желтый цвет. Тогда, знаете, у вас получилось все как надо. Лечебный чай из одуванчиков готовится так. При температуре 70-80 градусов термос помещается 5-6 соцветия одуванчика на стакан воды и запаривание идет 20-30 минут. После процеживания чай на пар должен быть золотистого цвета. А вообще, знаете, все, что желтого цвета, как и все горечи, это полезно, очень полезно для печени. Корень одуванчика – это самое ценное сырье самого растения. Заготовка должна быть осенью или ранней весной до появления первых бутонов, иначе сила корней теряется. Кстати, соцветия и корни можно замораживать, тогда сохранность полезных свойств полная. Если у вас нет сил, вы устали, мало энергии, стоит только пожевать 5-6 молодых, но крепких, больших стеблей одуванчика, и силы появляются. Ну что ж, дорогие друзья, а теперь скажите, а вернее напишите под этим видео, а какое видео вы хотели бы, чтобы я снял, про какие растения и их полезные лечебные свойства. Для вас это несколько секунд, а для меня важная обратная связь, не безразличие ваше, для кого, собственно, я это делаю, а мог бы что-то другое сделать и потратить время, с большей пользой, возможно. Потому будьте активны, и я тогда данное видео поставлю себе в график, и обязательно сделаю. Понравилось вам данное видео? Тогда поддержите мой данный ролик и мой канал лайками своими к этому видео. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Да, не ленитесь, нажмите слово «Еще» в Ютубе под этим видео, откроются ссылочки, но прочтите все эти ссылки, посмотрите данные видео и информацию, которую я укажу под этим видео. Это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok